Друзья, всем привет! Сегодня у нас Volkswagen Passat CC, автомобиль 2012 года выпуска, куплен несколько дней назад за 700 тысяч рублей. Но не все так легко и просто, как может показаться с первого взгляда. Буквально вчера покупатель приехал в ГИБДД для того, чтобы в отведенный законом 10-дневный срок зарегистрировать автомобиль. При осмотре на площадке инспектору что-то не понравилось. Он сказал, что хотел бы выслушать мнение эксперта-криминалиста, но, к большому сожалению, сегодня эксперта нет на месте. Эксперт будет во вторник. Поэтому, уважаемый покупатель, возьмите свои документы, приезжайте к нам во вторник. Мы вместе с экспертом все посмотрим, сказали человеку в ГИБДД. Никаких ограничений не наложили, документы отдали, автомобиль отдали. И новый владелец автомобиля решил обратиться ко мне для того, чтобы я посмотрел машину, высказал свою точку зрения, что ему ожидать по результатам экспертизы и вообще, стоит ли ему во вторник ехать в ГИБДД. А может быть, например, в воскресенье или в понедельник поехать к бывшему владельцу и попытаться как-то решить с ним вопрос. Буквально 2-3 минуты я уделил на предварительный осмотр автомобиля. И я думаю, что вам будет интересно посмотреть то, что увидел я. Основные вопросы по сегодняшнему Passat находятся под капотом. И именно на эти вопросы нам потребуется ответить по ходу видео. Но я предлагаю несколько изменить алгоритм осмотра и начать осмотр не с подкапотного пространства, где находится номер кузова, а начать осмотр именно с кузова. Потому что если бы человек внимательно осмотрел то, что он покупает и за что он отдает 700 тысяч рублей, просто проявил бы элементарную человеческую внимательность, вполне возможно, что дело не дошло бы не то, что до сделки, дело не дошло бы до открытия капота, либо, я не знаю, там, открытия водительской двери. Потому что даже при беглом осмотре видно такое количество косяков и такое количество проблем по автомобилю, что этого достаточно было бы для того, чтобы отказаться от покупки. По крайней мере, за эту сумму. Ну, начнем, как всегда, с оттенков белого. При беглом осмотре я вижу, что мы имеем минимум 10-15 оттенков белого цвета. У нас кардинально различается практически весь кузов. То есть каждый кузовной элемент имеет свой оттенок белого. Например, можно сравнить крыло, капот, стойку, водительскую дверь, бампер. Они все между собой различаются по цветовым оттенкам. Если обратить внимание на капот. По капоту, например, мы видим трещину от шпаклевки. Это уже ничего хорошего нам не предвещает, потому что с завода здесь шпаклевка никак не может находиться в принципе. При осмотре кромки капота видна ржавчина, видна коррозия. Это тоже довольно редкое явление для пассата 2012 года. Они настолько быстро не гниют и не ржавеют, чтобы капот, весь абсолютно капот, от фары до фары, был покрыт коррозией. Дальше переходим к стойке, к передней водительской стойке. Здесь видны следы от затирки. То есть здесь у нас явно присутствует шпаклевка. Соответственно, во время кузовного ремонта проводились вот такие вот манипуляции по затирке. Разница по цветам идет по стойке. Причем по стойке мы видим не просто разницу по цветам, по стойке мы видим вообще какую-то похабную окраску. Точно так же присутствуют следы от затирки. Точно так же лопнула шпаклевка на торце. Дальше окрашена резинка. Вот эта вот уплотнительная резинка. Она покрашена. Идут провалы на краске. Идет незаводская шагрень. Что мы видим внутри? Внутри мы видим следы от малярного скотча. Тоже так быть не должно. Незаводское лобовое стекло. Не оригинальное, я имею ввиду, данное стекло не установлено сюда на заводе. Конечно, можно допустить, и я вполне допускаю, что все-таки на автомобиле 2012 года может быть заменено стекло. Здесь не будем придираться. Именно к этому моменту. Но все же, вот если особенно смотреть это вкупе с двумя шпаклеванными стойками, со шпаклеванным капотом, лобовое стекло, ну, как следствие, ладно, пусть есть и есть. Что касается крыла. По крылу мы также видим следы кузовного ремонта. Это я пока осматриваю автомобиль, даже не открывая капот, либо двери. Мы с вами потом еще откроем и посмотрим по дверным проемам, посмотрим по подкапотному пространству. С этой стороны капота по торцу также слезла краска, также присутствует ржавчина. Видно, что под краской нет абсолютно никакой грунтовки. У меня такое впечатление, что просто на голое железо, на голый металл нанесли белую краску. И как раз вот последствия налицо. Также интересно взглянуть на дверную ручку. Дверная ручка внутри имеет также следы окраски. То есть вот здесь вот у нас идет краска на вот этом пластиковом элементе. Наверное, на расстоянии сантиметров 40-50 идет затирка. Здесь точно так же затирали и обрабатывали шпаклевку. И самое интересное, что затирка идет не точечно в этом месте, либо в этом месте, а вдоль всего ребра, вдоль всей линии. И переходит наверх, наверх, наверх. И заканчивается она на крыше. Вот, пожалуй, здесь. Вот таким вот пятном. То есть вот эта вся часть, вот эта вся часть, вплоть до ребра зашпаклеванная. По левому крылу мы также видим следы кузовных работ. Полез лак. Полез лак вдоль стекла. Как бы здесь по выходу не получить еще срезанную крышу. Я, конечно, не буду забегать вперед. Мы потом посмотрим с внутренней стороны, как все это выглядит. Но, по крайней мере, пока, пока мне это все очень сильно не нравится. Не соблюдены и не выставлены зазоры. Даже по парктроникам. И то видно, что они красились. Отдельного внимания, конечно, заслуживает зазор между задней дверью и крылом. Здесь я даже говорить ничего не буду. Этот зазорчик мне тоже не нравится. Здесь он различается не только по ширине, но еще и по плоскостям. То есть крыло стоит на несколько миллиметров выше, чем дверь. Четыре элемента. Крыло, дверь, дверь, крыло. Все они между собой не совпадают по линии. Они все не совпадают по ребру. Что-то стоит выше, что-то стоит ниже. Ну что, настало время открыть этот ящик Пандоры. Обратите внимание, прямо вот особое внимание на разность, во-первых, цветовых оттенков между верхней частью панели и нижней частью панели. А также обратите внимание на фактуру материала. Следы от съемников. Снималось, вынималось. Я еще не успел отстегнуть даже первую клипсу, снять первую резинку по этому автомобилю. Но уже мы видим, что пластик держится просто на соплях. Он болтается. Накладка на передней стойке явно снималась. На правой передней стойке тоже снималась накладка. И это тревожный звоночек хотя бы из-за того, что под этими накладками находятся подушки безопасности. Если посмотреть по уплотнительной резинке, уплотнительная резинка должна идти поверх накладки и поверх потолка. Здесь мы видим абсолютно диаметрально противоположную картину. Потолок идет поверх резинки. То есть резинка заправлена под потолок. И резинка фактически, ну, она здесь не заправлена, но, по крайней мере, идет стык в стык с пластиковой накладкой. Такого быть не должно. Само собой, все признаки демонтажа налицо. Честно говоря, думал сегодня обойтись без глобального разбора салона, без демонтажа резинок, накладок. Но в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, все-таки предлагаю хотя бы лайтово все это дело подразобрать и посмотреть, что там внутри. И пока я здесь сидел, посмотрел направо, посмотрел налево, увидел новые моменты, которые также хотел бы вам показать. Ну, например, петли. Петли, уже избитая тема, с покрашенными болтами, но все же посмотрите, это точно так же все видно без, скажем, какого-то серьезного детального разбора по автомобилю. И, например, если посмотреть на крыло, посмотреть на переднюю правую стойку, здесь мы видим элементы мясного ремонта. Как минимум оторван кронштейн крепления крыла. Дальше мы видим напылы по стойке, видно, что красилась петля, все это откручивалось. Болтики внизу, которыми крепится крыло, они просто радикально отличаются по цвету. И это является, ну, скажем, не то, чтобы каким-то доказательством того, что это автохлам. Ну, по крайней мере, это очередная монетка в копилочку всех наших признаков. Сняли первую резинку и сразу же сорвали джекпот. Отсутствие точечной сварки, зато в избытке шпаклевка. Для того, чтобы нагляднее понять, почему я сделал вывод, что здесь идет шпаклевка и шов, достаточно начать осмотр этого участка вот с этой, например, точки, пойти чуть выше. То есть у нас здесь идут две панели, идем чуть выше, здесь две панели кузовные срощены в одно целое. И дальше мы также видим две кузовные панели. Отдельного внимания заслуживают саморезы, на которых крепится молдинг. Но, честно вам скажу, даже вот этих вот строительных простых саморезов у мастера, видимо, не хватило, чтобы закрепить молдинг на все штатные места. Поэтому здесь у нас идет классическая схема один плюс один. Один саморез, одно пустое гнездо и так далее. А вот здесь вот использован несколько другой саморез. Видимо, то, что было, то и прикрутил. Перед тем, как мы перейдем ко шву, мы посмотрим с вами подушки. Хотя очень я сомневаюсь, что здесь есть какие-то подушки. Здесь есть накладка пластиковая, которая также поверх покрашена, которая подклеенная. И я так, честно вам скажу, что-то мне подсказывает, что эта накладочка, она у нас была куплена на разборке. Потому что вот эти вот надписи маркером, или даже не маркером, а каким-то лаком, это, конечно, абсолютно не заводская тема. Что касается подушки. Ну, конечно, какое-то унылое говно здесь висит, вроде бы как издалека напоминающее подушку. Но вы же понимаете, что это далеко не подушка, это муляж, это какая-то отработанная, стрелянная подушка. Все, что угодно, но не полноценная подушка безопасности. Ух ты, как интересно. Помните, я буквально несколько минут назад вам говорил, что при осмотре четырех стоек, не считая центральных, я предположил, что, скорее всего, здесь срезалась крыша и срезались стойки. Так вот, пришло время осмотреть как минимум пятую стойку, а потом мы еще осмотрим шестую. Так вот, по центральной стойке, по правой центральной стойке, также присутствует шов. И я, честно говоря, все больше и больше уверяюсь в своей теории, что машина просто резалась пополам. Ну, не пополам, а вот так вот вдоль, по всем шестистойкам. Ну, посмотрим сейчас. Для этого мы с вами здесь и собрались, хотя, честно говоря, собрались мы абсолютно для другого. Я уже и забыл нашу вообще первоначальную задачу на сегодня. Я думаю, мы ее оставим на конец, это будет некого рода вишенка на торте. Так, шов, да, не будем останавливаться. На достигнутом посмотрим, что у нас идет по шву. Ну, что у нас здесь? Неужто у нас здесь мастер резинку своими чудо-саморезами прикрутил? Нет еще той резинки, которую я не смог бы снять. Да что ж такое-то, а? Есть. Здорово. Вот, вот. Абсолютно то же самое, что и десятью сантиметрами раньше. Вот прям абсолютно. А вот с внутренней стороны, с внутренней стороны, здесь как раз открывается вид гораздо лучше. И вот здесь вот видно, что стойка резалась не только сверху, не только с лицевой стороны, но и по внутренней части, также по всей идет шов, которого здесь конструкция никак не предусмотрена. Вот так вот она резалась. Вот так вот раз и разрезали. Потом раз, сварили, зашпаклевали. Посмотрим, что у нас тут так обильно затиралось. Почему тут лежат килограммы шпаклевки. На самом деле, даже далеко ходить не надо. Совсем немного, на два сантиметра отгибаем крышу и видим шов. Точно такой же, как видели только что на центральной стойке. Кстати, забыли еще посмотреть по передней стойке шов. Но мы потом вернемся к этому делу. А здесь у нас идет тоже шов. То есть, вся, как минимум, пассажирская сторона у нас уже срезалась. Подраскидаем водительскую сторону, но что-то мне подсказывает, что здесь не менее интересно, чем по пассажирской стороне. Так, что у нас здесь? Ну да, ну да, то же самое. Как и стоило предполагать, водительская центральная стойка также резаная. Все абсолютно предсказуемо. Честно говоря, я здесь уже ничему не удивляюсь. Тоже шов. Давайте посмотрим теперь, что у нас идет по передним стойкам. Хотя, честно говоря, там будет то же самое с долей вероятности 100%. А здесь нет никаких надписей. Ну, ладно, неважно. Если по задним стойкам приходится отгибать потолок, и для того, чтобы посмотреть всю стойку и увидеть весь шов по всей длине, нам пришлось бы провести довольно много работ по разборке обшивки. Здесь все гораздо проще. Просто сняли пластиковую накладку и видим абсолютно всю площадь ремонтных работ. Как только начал разбирать элементы салона, обещал вам показать шов передней правой стойки. И как раз вот отсюда его очень хорошо видно. Прямо абсолютно спокойно. Можно даже не подходить, посмотреть отсюда, как все сделано. Что я и говорил, машина, к большому сожалению, полный тотал. У нее срезалась крыша, у нее отсутствуют подушки безопасности, присутствуют какие-то непонятные муляжи. И перед тем, как вообще сесть в салон, когда открыл дверь, я вам сказал, посмотрите внимательно на панель, посмотрите внимательно на фактуру двери, на верхнюю часть панели, на нижнюю, что разбирались различные элементы, есть следы от съемников, следы от инструмента, как поддевали, как вынимали. Я, честно говоря, сразу же увидел, что панель у автомобиля перетянутая. Я думал, что нам придется покопаться, что-то как-то глубоко пробраться, посмотреть, есть ли на месте подушка безопасности переднего пассажира. Но в свете тех событий, которые произошли по ходу разборки автомобиля, я не вижу абсолютно никакого смысла копаться сейчас в приборной панели, потому что это будет просто как мертвому припарк. Заглянем под капот, посмотрим, что не понравилось инспектору при осмотре. Весьма унылое зрелище, должен вам доложить. Здесь прям глаза разбегаются, как на ярмарке в выходной день. Даже не знаешь, за что браться и с чего начать. Ну давайте начнем с малого. Болтики, 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 хотя нет, это, наверное, слишком, слишком малое, чтобы тратить на это время, петли изначально не принадлежали этому автомобилю, они покрашены, по-моему, как капот, да, я вам говорил, что капот покрашен без грунтовки, петли точно так же покрашены без грунтовки, просто на металл нанесена белая краска. Это, что мы наблюдаем здесь. Крыло идет не оригинальное, здесь идет штамповка, крыло идет китайское. Оторван кронштейн, на котором крепится расширительный бачок. Ну как оторван, он был оторван, а сейчас он сюда приварен. Также деформирован кронштейн опоры. Видно, что деформировалась полка крыла. Ага, а вот здесь вот прям самое интересное, вот прям самое-самое интересное. Я думаю, что именно вот этот вот момент как раз вызвал в ГАИ вопросы. И я, честно говоря, теперь понимаю, почему они не захотели эту машину пропускать без дополнительной экспертизы. Для того, чтобы более наглядно все это дело посмотреть, давайте снимем жабо, снимем пластиковую накладочку и посмотрим, какие чудеса там творятся. Ржавчина идет. Причем это не просто ржавчина, это ржавчина от сварки. Причем не просто от сварки, а от пахабной сварки. Идем дальше. Что видим? То же самое. То же самое. Дырка. Просто дырка. Самая обыкновенная дырка, только она располагается в том месте, где конструкция, она не предусмотрена. Получилось, как оно обычно в жизни и бывает. Начинаешь разбираться с одной какой-то небольшой проблемой. Если поглубже копнуть, понимаешь, что эта проблема, вот небольшая которая, это результат какой-то большой глобальной проблемы, какого-то глобального вопроса. Фактически маркируемая панель, она от кузова не отнималась. Она заводская. Да, она повреждалась, она ремонтировалась. Но заводской лонжерон, заводской стакан, заводская панель, там подрезалась стойка. Но в целом машина не криминальна. Она самый настоящий автохлам. Вот на канале давно не было такого прям вот классического автохлама, который мы с вами так любим. Потому что бывают битые машины, бывают сильно битые машины, бывают машины сделанные неплохо, бывают лучше, бывают хорошо. Но вот чтобы в одном автомобиле сошлось, во-первых, что она была очень сильно битая, и во-вторых, что она настолько похабно сделанная, такое бывает на самом деле редко. Поэтому машина однозначно попадает в золотую коллекцию рубрики автохлам на моем канале. Я не знаю, радоваться этому, либо не радоваться, но, по крайней мере, владелец, я уверен, не обрадуется этой новости. Что касается покупки этой машины в целом. Вы знаете, я в очередной раз убеждаюсь, что автомобили по низу рынка, там 95% вот подобного автохлама. Там просто неоткуда взяться хорошим автомобилем. Когда человек покупает машину за 700 тысяч рублей, которая в подобной комплектации стоит больших денег, а в хорошем состоянии она стоит гораздо больших денег, я, честно говоря, не понимаю, на что человек рассчитывает. Особенно слепо покупая, без проверки, проверяя по каким-то виртуальным интернет-ресурсам. Друзья, если вам интересно посмотреть, сколько на самом деле стоит Passat CC 2012 года выпуска, переходите на сайт Автору, вся актуальная информация по автомобилям с пробегом находится именно там. Удобнее всего это сделать по моей ссылке, которая будет в описании под видео. Вам ничего не нужно будет делать, все фильтры для вас будут уже настроены. Просто нажмете ссылочку, перейдете на Автору и посмотрите, сколько на самом деле стоят подобные автомобили. Я вас уверяю, разница будет весьма и весьма ощутима. На сегодня, я думаю, мы закончим. Если у вас есть какие-то интересные истории, вы купили проблемный автомобиль, либо считаете, что ваш автомобиль имеет явные проблемы, вы хотели бы разобраться в ситуации, пишите, звоните, присылайте свои истории. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик, тогда будете получать уведомления в числе первых. Также подписывайтесь на мой инстаграм. На сегодня все, всем пока.